Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления Росгвардии по Рязанской области Виталий Подосинников. Здравствуйте! Добрый день! Войска Национальной Гвардии появились в России не так давно. Расскажите, какие функции они выполняют? Войска Национальной Гвардии выполняют функции по охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом, охрану важных государственных объектов, работа лицензионно-разрешительная и государственного контроля по обороту оружия, а также вне ведомственной охраны. Какие подразделения туда входят? У нас сейчас входят подразделения отрядов мобильных особого назначения, отрядов специального быстрого реагирования, вне ведомственной охраны и подразделения лицензионно-разрешительной работы. То, что сейчас у нас в Рязанской области здесь сформированы эти подразделения. То есть, если говорить аббревиатурами, наверное, привычными обычному человеку, это СОБР, ОМОН, ну, собственно, лицензионно-разрешительная и вне ведомственной охраны. Каким должен быть боец Росгвардии? Ну, бойцу Росгвардии вообще-то большие очень предъявляются требования, это и физическая подготовленность, это и моральное состояние, психологическое, что он будет готов, должен быть готов к различным ситуациям, экстремальному, тем более применение с оружием и выполнение задач по борьбе с какими-то негативными фактами. А как можно стать таким человеком и как можно попасть к вам на службу? На службу к нам можно попасть, придя к нам в управление и попросить принять нас в свои ряды. Вот, и на служащий по контракту приходит Планово, то есть приходят и обращаются, мы проводим ряд мероприятий по проверке, если человек подходит, мы уберем на службу по контракту. Если это офицерский состав, то это обучение в военных институтах, которые нас сейчас набирают, кандидатов на обучение, это Саратовский военный институт, Санкт-Петербургский, Новосибирский и Пермский военный институт, которые готовят по специальностям юрист, переводчик, технические, тыловые, связь и различные специальности, которые требуются в войсках. А такая графа, как служба в армии, обязательно для поступления к вам? Нет, военнослужащие по контракту могут прийти без прохождения службы срочной, взамен срочной службы прослужить два года по контракту у нас в подразделении. Что это будет за служба? Это будет служба в подразделении по охране наших подразделений, это будет технических контингент, то есть это водители, трактористы и сантехники, то есть такие специальности, которые по обеспечению деятельности подразделения, управления. По окончанию службы у вас выдают какой-то документ, что служба пройдена? Да, в военном билете ставится отметка, что пройдена служба по контракту, это засчитывается за прохождение службы по призову. А если к вам пришел кандидат, у которого уже есть графа военной службы и который просто хочет стать частью Росгвардии, какие требования к нему предъявляются? То есть физическая подготовка и так далее? Ну физическая подготовка немаловажный фактор, конечно, должен быть человек, который сможет пройти какие-то мероприятия и поучаствовать в каких-то действиях. Это немаловажный фактор, это должна быть первая группа здоровья и допускается вторая для меньших специальностей, но тем не менее, не ниже второй группы. И моральное состояние, соответственно, проверяется тоже на различных. Психологи у нас проверяют и дают оценку. То есть если человек подходит, мы его берем на службу по контракту. Есть какой-то список экзаменов, допустим, на физическую подготовку, то есть определенное количество отжиманий, подтягиваний и так далее? Ну это в подразделениях специального назначения, это ОМОН, СОБР, есть определенные критерии, там они проводят это и бег, и силовые упражнения, отжимания, подтягивания. Ну они как бы все, как минимум, хорошие, подготовленные физические молодые люди, они проходят испытания. А в остальные подразделения только медицинские показатели. То есть если он здоров, имеет первую группу здоровья, то физические упражнения уже не требуются. Если поступать в институт на офицерские должности, то нужно приходить в разгвардии или сразу же подавать институт? Это можно прийти или в институт сразу, но лучше прийти к нам, мы дадим направление, уже человек уже подготовленный, пойдет в институт, и там будет отношение более простое, как бы, и человек уже будет понимать, что он пришел в разгвардию, и отучится. В институте уже будут знать, что он пришел с разгвардией и планирует свою жизнь связать с войсками. Сколько длится там обучение? Различные специальности по-разному, есть 4 года, есть 5 лет. Ну в основном 4-5. А хотя бы часть специальности назовите, по которым можно? Санкт-Петербургский военный институт готовит юристов, это юридическое обеспечение служебной деятельности. Новосибирский институт, это более расширенная специализация, там и специалисты тылового обеспечения, это и продовольственное вещевое подразделение, подразделение связи, это готовят специалистов связи, то есть и автоматизированную систему управления, вот, и организации связи подразделений. Также там есть инженерное обеспечение, это все, что касается инженерного, инженерных подразделений. Также в Новосибирском обучают на специалистов артиллерийского вооружения, то есть это те, которые связываются с оружием, артиллерийским вооружением, обеспечением, обслуживанием и обеспечением подразделений вооружением. Пермский военный институт готовит у нас в Кульде, это, значит, технического характера, это подразделения специалистов технического обеспечения автомобильной колесно-гусеничной техники, это специалисты тыла, которые готовят обеспечение тылового вещевого продовольственного связи, это специалисты связи обучения от 4 до 5 лет. А Новосибирский институт готовит специалистов, очень редкая специальность, как переводчик военный, и юристов тоже. Подразделения, они приходят на должность командиров взводов, командиров род, заместителей командиров род, и в дальнейшем уже по службе растут в званиях, в должностях, уже в зависимости от их способности. По окончании обучения присваивается воинское звание? Да, присвоится воинское звание лейтенант первоначальное, и выдается диплом государственного образца. Специальность подразумевает также и гражданское предназначение. А если говорить о выпускниках именно институтов, какие у них перспективы, куда они могут пойти? Они назначаются во все подразделения, ну в основном, конечно, это специальности, на те, которые они учились. Они приходят на эти специальности и работают уже по своему образованию. А в плане подразделений, куда их могут направить? Ну, то есть, в плане подразделений, там, вне ведомственной, лицензионной, разрешительной, как, куда их могут? Ну, во все подразделения, в принципе, могут прийти служить, но военные институты, они предназначены, в первую очередь, для комплектования военных должностей. Если говорить о, не о выпускниках, а об обычных ребятах, которые пришли по контракту, какие у них перспективы, куда они могут пойти? В военные, по контракту они приходят как в подразделения ОМОН, СОБР, как мы уже сказали, вне ведомственной охраны. То есть, в зависимости от желания кандидата, с какой той или иной специальностью он хочет связать свою дальнейшую деятельность. Вот, это, еще раз говорю, ОМОН, СОБР, ну, это зависит все от физических данных, желания, опять же. Как часто проходят наборы в Росгвардию? Наборы постоянные у нас, ежедневные, то есть, кандидаты приходят к нам в подразделение, обращаются, мы проводим с ними ряд мероприятий, и все нормально, мы берем на службу их. Что касается денежного удовольствия и пенсии, наверное, такой немаловажный вопрос. Я согласен с вами, да, это очень вопрос в наше время актуальный, поэтому мы полностью обеспечиваем наших сотрудников и военнослужащих данными видами обеспечения. Это медицинское бесплатное и вещевое бесплатное, денежное содержание выплачивается ежемесячно, выплачивается ежемесячная премия по окончанию года, тоже выплачивается премия дополнительная. Также есть жилищное обеспечение у нас, это ипотечная система, то есть, через три года военнослужащий по контракту имеет право встать на систему ипотечного обеспечения. Еще через три года он уже, имея накопление на ипотечной системе, может приобрести свою собственность, свое личное жилье, уже в нем проживать, и какое-то еще время проходит, он уже полностью является собственником своего жилья. А во сколько лет наступает пенсия у бойцов Росгвардии? Пенсия 20 лет, у нас сейчас выслуги, то есть полностью есть также смешанный стаж, то есть, если гражданин отработан на гражданской деятельности, то ему этот стаж тоже приплюсовывается к военной службе. Куда здесь, в Рязани, можно обратиться и сказать, я хочу стать частью Росгвардии? Ну, у нас адрес неизменный, улица Фирсова, дом 23А, здесь рядом, поэтому мы готовы всегда встретить людей, которые желают связать свою службу с нашим управлением, и поэтому зовем и готовы встретить всех. Хотел бы обратиться к всем гражданам Рязанской области, что у нас намечается 27 марта день войск национальной гвардии, 208 годовщина. Очень значимые события для войск, мы готовимся к нему, пройдут мероприятия торжественные, награждение личного состава, участие лиц государственной власти, силовых структур в данном мероприятии. Также в ноябре месяце этого года у нас исполняется 250 лет первому командующему войск национальной гвардии. В 1811 году были созданы войска, первым командующим стал генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский. В этом году, в ноябре, ему исполнялось бы 250 лет со дня рождения. Поэтому мы тоже готовимся к этим мероприятиям, очень значимы для нас, и это и наша история. Мы должны ее помнить всегда. Виталий Александрович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова